Мы вместе уже 13 лет супругом, даже супруга фотографии замечательные. Вот это правильный подход к жизни. Всё можно видеть. Брак венчанный, мы прошли уже много трудностей. Телемное заключение мужа, безработица, безденежья и так далее. Всё это время я молилась, как умела, как понимала. Чем хуже было, тем ещё больше. Я стараюсь понять, как правильно жить, почему всё это происходит. Благодаря вашим лекциям осознала много ошибок. Теперь ещё важно, чтобы я осознал свои ошибки с помощью своих лекций. Если у меня получится, тогда вообще будет классно. Я поставила мужа на первое место в своей жизни. На второе надо ставить, после Бога. Потеряла чувство собственного достоинства. Не умею отстраняться и воспитывать. Отстраняться — слово неправильное. Надо не отстраняться, а устанавливать правильную дистанцию в любовных отношениях. Мы об этом сейчас будем говорить. Муж курит травку, выпивает. Но при этом работящий, хозяйственный во всём мне помогает. Хорошо зарабатывает. Проблема бесплодия тоже коснулась нас в течение семи лет. Нет беременности. Я молюсь, хожу в храм, исповедуюсь. Здесь этого недостаточно, надо лечиться. Надо приехать к нам. По крайней мере, я знаю двух, две семьи из Риги. Я знаю, может быть, что-то я ещё не знаю. Которые вылечили бесплодие у нас в центре. Они приехали, поставили кору, ветки там. И бесплодие прошло. Причём у одной было такое бесплодие сильное, что у неё вообще даже месячных не было. И всё восстановилось, и всё забеременели. Нормально. Приезжайте. Бесплодие не только молитвами надо лечить. Это болезнь. Её надо лечить хорошими, сильными методами лечения. Хожу в храм, исповедуюсь, причаюсь, отказалась от мяса. Вот это классно, да. Потому что у меня несколько специальностей врачебных, чисто в классической медицине. У меня есть одна специальность, называется общественное здоровье. Эта специальность, она изучает статистику того, как люди живут и что получается. Такая специальность, просто статистическая. И по статистике, люди, которые не едят мясо, они намного больше живут. Это мировая статистика. В России принято ведущими диетологами, что красное мясо является главным канцерогеном. Уже нет никакого сомнения о ведущих диетологах всего мира, что мясная пища нездоровая. Нездоровая. Поэтому все нормальные люди должны отказываться от этой пищи. Как можно меньше ее есть или вообще бросать. Она не помогает для здоровья вообще никак. Нездоровая пища. Я вам говорю, как врач, который специалист по общественному здоровью. То есть у меня есть научные труды по общественному здоровью. Я изучаю эту тему, также провожу статистику тех, кто слушает лекции. Как у них отличается здоровье. Большинство людей, кто слушает мои лекции, бросают мясо. Я изучаю, как у них отличается здоровье от тех, кто не слушает и не бросает. Результаты очень мощные. Очень мощные. Скоро они будут опубликованы. Вся статистика скоро будет опубликована. Вы увидите на сайтах ее. Сейчас пока мы подождем кое-чего. Подождем, потом все опубликуем. Чуть попозже. Через несколько, два-три месяца. Тревожусь за мужа, за его образ жизни. Но стараюсь принять и это. Он очень дорог мне. Как вернуть утраченное достоинство? Как молиться за судьбу семьи? И о духовном развитии нас обоих. Сможем ли мы победить бесплодие и родить здоровых детей? Бесплодие, кстати, у него тоже есть. Ему тоже надо лечиться. Бесплодие у обоих. Поэтому я не могу судить о том, сможете вы победить его или нет. Потому что я не знаю, насколько ваш муж споет лечиться. Как побороть свою лень? Женщине побороть лень невозможно. Потому что она соткана из лени. То есть мужчина соткан из напряжения, а женщина соткана из лени наоборот. Это нормально, эта гармония создаётся. У женщины самое лучшее место в доме – это кровать. На кровати она чувствует себя очень хорошо. Она хорошо отдыхает. Она может лежать весь день. Ей нетрудно. Здоровье от этого не портится. Потому что тело расслаблено женское очень. Нормально, нет проблем. Мужчина, если пролежит день, можно будет уже дальше гроб заказывать. Он уже не встанет. Ему надо двигаться больше. Вот так вот. То есть разница, видите, очень сильная разница в строении грубого, тонкого тела мужчин и женщин. Как побороть с лень? К духовной практике, с помощью общения. И как довериться Богу. С помощью опять опыта. Опыт даёт человеку возможность доверять Богу. Всё ли правильно я понимаю и делаю? Если бы вы всё правильно понимали и делали, вы были счастливы уже прямо сейчас. Не было бы страданий. Итак, много вопросов. Давайте будем двигаться постепенно вперёд. Вот смотрите, тюрьмное заключение мужа, безработица, безделие. Это всё, что называется судьбой. Понимаете? То есть то, что человек не может никак изменить. Вот никто не знает, что будет у меня дальше в моей семейной жизни. Потому что семейная жизнь означает, что ты не только страдаешь от своих поступков, а также страдаешь от поступков своих близких людей. И что они будут вытворять, мы не знаем. И как судьба на них навалится, тоже мы не знаем. С этой точки зрения человек абсолютно не защищён в личной жизни. Он, понимаете, он находится полностью в руках судьбы. Так же, как некоторые люди думают, они защищены государством. Государство само иногда объявляет войну. Государство само объявляет войну, уже зная, что погибнут миллионы людей, там, как в России было, допустим. Погибли миллионы людей в результате Великой Отечественной войны, да? Ну, мы доверяем государству. Но государство само, допустим, русских людей отправляло в Афганистан. Это мой призыв был, в моё время. Воевали в Афганистане. И много моих одноклассников погибло в Афганистане. То есть мы доверяем своей семье, но карма действует и на семью точно так же, как на страну. Нет защиты ни внутри страны, нет защиты ни внутри семьи. Нет защиты, потому что, ну, опять же, та же самая статистика. В России 40% разводов людей происходит в результате пьянства супруга. Пьянство является самым главным показателем разводов. Люди разводятся в основном из-за пьянства. Но, смотрите, спиртное, что такое спиртное? Спиртное – это огромная сила. То есть веды объясняют, что на тонком плане, как выглядеть, допустим, взять, если вот эта энергия спиртного, как выглядеть на тонком плане? Это огромной силы, могущественный, веселящий дух. Дух. Кто-то, что такое дух? Это тонкая форма жизни. Личность такая. Злой дух. Веселящий злой дух. Что он делает? Он делает интересную вещь. Если человек, допустим, хочет получить счастье, не сдавая экзамены, можно сделать очень просто это. Просто берёшь, выпиваешь, и злой дух начинает строить отношения. Как? Он даёт тебе энергию счастья, взамен берёт энергию возможности быть счастливым, независимо, самостоятельно. То есть человек, который выпил чуть-чуть спиртного, он уже не может так, как раньше, не то, что полностью не может, а так, как раньше уже не может, испытывать счастье без спиртного. Вот, допустим, я никогда не пил, я могу спокойно быть очень счастливым, удовлетворённым, счастливым, по-настоящему без спиртного. Человек, который пьёт, он не может уже без спиртного быть вот абсолютно удовлетворённым и счастливым. Не может. И это проявляется в тяжелые периоды жизни. Теперь сразу возникает вопрос, почему мужчины пьют больше, чем женщины? Почему они курят травку больше? Потому что причина заключается в том, что человек вообще пьет и курит травку по той причине, что ему не хватает энергии любви. Энергии любви не хватает. Но женщина, она соткана из энергии любви, она сама является источником энергии любви. Спрашивается, зачем тогда ей пить травку, курить травку и пить спиртной? Зачем, если она сама соткана из энергии любви? Ей достаточно просто делать обмен этой энергией с помощью с кем? С родственниками, с детьми, с родителями и так далее, с разными родственниками. Она может обмен энергией любви делать, и ей хорошо будет. Не обязательно в отношениях с мужем. Она может это делать в отношениях с людьми, с детьми, с родителями и так далее. У нее много вариантов, как иметь энергию любви, чтобы она действовала в жизни. Но у мужчины в основном только один вариант – это жена. если он не может с женой вот эту энергию любви получать, то у него дальше есть несколько вариантов, как заменить эту энергию любви. Первый вариант, в общем-то, который должен быть в жизни – это духовная жизнь. Это самый сладкий вариант, который, в общем-то, и должен быть единственным. Надо мужчине не от жены зависеть в энергии любви, а от Бога. У Бога энергия любви гораздо чище, слаще, лучше. Понимаете? И надо, по факту, женщина сама нуждающаяся. Это ты должен наполняться духовной силой и ей еще давать эту энергию, если у нее самой не хватает силу судьбы. Так должен человек жить. Он не должен зависеть от жены, от детей, от мужа. Надо больше всего от святости зависеть в своей жизни. Но когда ты зависишь от святости, тогда ты можешь много дать жене, мужу, детям, потому что все нуждаются в энергии любви. Почему мужчины пьют? Потому что они не знают, как быть счастливыми. Их никто не учил. Вся культура построена на том, что надо просто быть счастливым. Не сдавать экзамены в жизни, не работать над собой. Вот где нас учили работать над собой? Нас в школе учить или работать над собой? Нет, нас учили математики, физики, иностранному языку там. Но работать над собой никто не учил. Никто нас не учил просить прощения, прощать. Никто не учил раскаиваться. Никто не учил желать всем счастья. Почему нас этому не учат? Потому что сам корень культуры, корень, то есть люди образованные, ученые, правительство. Не говорю про Латвию, про весь мир говорю. Про весь мир сейчас говорю. Все эти люди образованные, очень глубоко понимающие, как надо жить. Они считают, что прощение, или когда ты прощаешь, или просишь прощения, когда ты желаешь всем счастья, это не улучшает судьбу. Больше всего они считают, улучшает судьбу возможность иметь хорошие деньги, хорошее положение в обществе. И, соответственно, это дает хорошую квартиру, хорошую машину, землю, жизнь на природе, правильное, хорошее питание, там хорошими продуктами и так далее. Но все остальные блага человек получает просто потому, что у него есть хорошая зарплата и хорошее положение в обществе, что одно с другим тесно связано. Поэтому вся культура человеческая направлена на то, чтобы в основном 90% своего времени в жизни тратить на зарплату и на повышение своего положения в обществе. Все. Такова философия жизни, в которой мы сейчас живем. Что эта философия делает с человеком? Так как человек счастье испытывает внутри себя, в своем сердце, в сердце, а этого не знает современная культура. Поэтому внешние вот эти все вещи, которые якобы должны приносить счастье, по факту столько счастья и удовлетворения не приносят, сколько хотелось бы. Потому что, смотрите, основная проблема человеческой жизни — это отношения. Отношения с детьми, страдания неимоверные приносят человеку. Отношения с супругом — страдания неимоверные. Отношения в коллективе — страдания неимоверные. Очень много страданий у человека просто от того, что у него тяжелые отношения. Причина тяжелых отношений заключается в том, что силы вкладываются не туда. Человек тратит свою энергию, свое время для того, чтобы развиваться в обществе, в бизнесе и в социальном положении своем. Я вам приведу пример своей жизни сейчас. Это самый классный пример — приводить свою жизнь. Никто не сможет поспорить. Пример моей жизни такой. Я никогда не развивался в социуме, никогда не тратил на это время на развитие в социуме. И никогда не беспокоился о том, чтобы зарабатывать деньги. Да я закончил институт. Я продал свою квартиру. Нас было 9 человек. Мы уволились все с работы и поехали на турбазу возле Тольятти лечить людей, заботиться о людях. Нас взяли как бы работать туда, и мы начали там помогать людям просто. И все, просто работать. Уже в это время мы поняли, что мы очень любим друг друга, и нам хочется быть вместе, нам хочется быть счастливыми, живя на природе, леча людей, заботясь обо всех вокруг. Смотрите, что мы получили. Мы стали дикарями. То есть мы в социальном плане стали совершенно... То есть у меня было хорошее положение в институте. Зав. кафедра кожной болезни был моим лучшим другом. Он был сыном... Сыном... Сыном этого... Ну как бы... Тогда управляла партия же всем. И он был сыном вот этого, как я сейчас... Секретаря, да, этого коммунистической организации области. Он был его сыном, и поэтому он был фактически могущественнейшей личностью. Он был моим другом. Мы с ним вместе ходили купаться в прорубь зимой. Все как бы предвещало успех в жизни. Ну то есть все как бы схвачено. Что еще нужно? Все классно. Я сердцем почувствовал, что я куда-то не туда иду. Я все это бросил. Неожиданно для всех. Все это бросил. Поехал просто дикарем жить. Какую-то турбазу там. Еще девять человек. Сбил с толку. Так началась моя судьба. И как только я так поступил, сразу проблема с деньгами закончилась. Деньги всегда были в жизни. Вот сколько надо, столько было. Почему? Потому что когда человек живет для Бога, то Бог живет для него. Понимаете? Карма заканчивается на этом. Я никогда не беспокоился о деньгах. О пациентах тоже. Всегда люди хотели лечиться, приезжали всегда сами. Не было проблем никаких. Мы работали над собой. Мы работали над собой. Людей учили работать над собой. Постепенно лекции начали распространяться. Сначала по области там. Я читал лекции в Самаре, в Тольятти. Потом они пошли в другие города. Меня начали приглашать ближайшие. В Саратов поехал лекции читать недалеко от Тольятти. И так больше, шире, 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 шире. По всей земле. Сейчас лекции уже слушают везде. Где русские есть, там везде слушают. И у меня появились знакомые в правительстве, там в России. Среди очень серьезных ученых, там знакомые. Статус в обществе сам, видите. Повысился просто потому, что я служу людям. Я ничего не делаю, кроме этого. Я не выступаю на каких конференциях. Ни ученые свое имя, как бы научное, не утверждаю. Иногда я в Москве принимал участие в передачах, в которых как бы были главный врач страны, там главный диетолог страны, еще пару таких же человек и я. И когда меня объявляют, доктор Олег Тациновас. И я спорю там с этими врачами по поводу мяса. Всем как-то смешно становится. Как это так? Он что-то спорит вообще. Кто он такой? Но все слушают, видят, что есть смысл в этих словах. Видите, пример очень простой. Положение в обществе человека определяется его развитием внутренним. Чем человек больше развит внутренне, тем выше положение в обществе он занимает. Это само собой происходит. Об этом не надо беспокоиться. Допустим, у человека по природе бизнесмен. Если он работает над собой, молитву совершает, учится прощать, просить прощения, учится честные отношения устанавливать с людьми, его бизнес начинает расти. Почему? Потому что он очищает свое сознание и видит, с кем заключать делки, с кем не заключать. Кто его обманет, кто не обманет. Он способен держать свое слово. Он способен правильно вкладывать деньги, потому что развитие означает интуиция, означает увеличение качеств, которые привлекают человека. Вот, допустим, в один хлебный магазин заходишь, хлеб хочется покупать, а в другой заходишь не хочется. В чем причина, в чем разница? Развитие старшего. Вот тот, кто там возглавляет этот хлебный магазин, он устанавливает отношения в этом хлебном магазине. Отношения с окружающими людьми, своими сотрудниками. Если старший развиты как личность, то он создает любовные отношения с людьми. Эти любовные отношения проникают во все продукты, человек заходит в магазин, ему хочется там покупать. В результате увеличивается оборот. У меня один человек рассказал, как он бизнес делает. Он говорит, я торгую компьютерами, у меня фирма, компьютерная фирма. Я просто включаю ваши лекции, включаю ваши лекции громко в этом магазине, где продаются компьютеры. И там куча, там это в Москве, сотни магазинов вокруг компьютерных. У него продажи летят просто, компьютеры улетают. Везде в остальных местах нет продаж. Мало. Люди просто идут на сердце. На сердце идут. Они чувствуют здесь что-то хорошее. Раз, раз, раз покупают. Они сами не знают, почему так происходит. Когда атмосфера хорошая, все продается. Видите, то есть это веды объясняют, что человеку не надо беспокоиться о том, что у него нет денег. Надо беспокоиться о том, почему нет денег. Нет денег, потому что ты недоразвитый человек. У тебя нет внутренних качеств таких, чтобы тебя взяли на работу с удовольствием. Есть такие люди, которые, если он увольняет, все плачут. Мы хотим, чтобы ты был с нами. Потому что такой человек хороший, что вот мы потеряли люди просто в трауре, что он увольняется с работы. Он всем нужен, такой человек. Понимаете, о чем я сейчас говорю или нет? Но в это надо вкладывать силы. Силы. И именно эти же силы, которые вкладываются в самосовершенствование, они дают результат в семейной жизни. Вот женщина это поняла, видите? И она по судьбе, вот я вижу, должна была пять лет назад уже разойти с своим мужем. Она не разошлась. То есть она победила уже судьбу. Семья была сохранена. И теперь она говорит, как сделать так, чтобы мы счастливы теперь стали, чтобы у нас дети появились. Видите, я уже ответил ей на вопрос, нужно лечиться. И сказал, где? Это уже опять победа над судьбой. Теперь, как сделать так, чтобы муж поехал лечиться? Я сейчас вам это объясню. Это касается всех нас. Вот смотрите, как люди в основном пытаются бороться со своей судьбой. Смотрите, как они это делают. Большинство людей. Внимательно слушайте меня. Сейчас мы сделаем, приведем аналогию. Вот комната, да, комната, вся воняет. Вся воняет комната, в которой я живу, допустим. Вся воняет. Эта вонь создает плохое настроение. Плохое настроение приводит к тому, что я ругаюсь с близкими людьми. Я иду к психологам, и они мне объясняют, как сделать так, чтобы не ругаться. Я прихожу домой, выполняю рекомендации этих психологов, но так как вонь от комнаты идет, она воняет, настроение портится, и в результате я опять ругаюсь. Почему? Потому что у меня нет силы не ругаться. Эти рекомендации я выполняю у психологов, но нет сил не ругаться. Почему нет сил? Потому что я живу в воне. Я живу в атмосфере, в которой невозможно не ругаться. В атмосфере я живу в такой, понимаете? Веды говорят, что главная причина, которая вызывает страдания человеческие, нами даже не анализируется в жизни. Главная причина заключается в том, что сама атмосфера, в которой мы живем, так воняет, что она не дает возможности просто строить нормальные отношения. Не дает такой возможности. Вот допустим, люди спрашивают, почему мой муж изменил мне? А ты вот просто посмотри, где ты с ним жила вместе. Где ты с ним жила? Ты с ним жила в той системе, в которой изменять нормально. Твой муж считает, что почему красивые девушки ходят мимо него? Почему он не может с ними позаниматься сексом, как это делают, допустим, его друзья? А друзья это делают. Больше того, элита общества, элита, элита нашего общества, я вам говорю, не от себя, а от супруги элитного человека. Ко мне подошла одна женщина после моих лекций в Москве и говорит, послушайте, Олег Геннадьевич, вы, может быть, не в курсе, я вам сейчас объясню. Вот если ты хочешь делать топовый бизнес, в котором большие деньги крутятся, тебе надо подписывать договор в бане. Знаете, что такое бане? Там, где моются. Пьют пиво и занимаются сексом с проститутками. Понимаете, тебе надо подписывать договор в бане, чтобы иметь близкие отношения с этим человеком. Он в бане находится, ты тоже должен быть в бане, ты там должен заниматься сексом, потому что все там это делают. Я думаю, что у вас не так, у вас Латвия более культурная страна. Или так? Ну, какие-то другие проблемы есть. Видите, сама верхушка общества, она диктует определенные правила жизни. То есть, потому что у них нет правильного понимания, как жить. Они, вот понимаете, если сами люди, лидеры общества, для них разврат, то есть жить, ну, пойти просто сексом позаниматься с какой-то там женщиной, нормально. Нормально. Его, если спросить, твоя жена счастлива? Он скажет, конечно. Я ей столько денег приношу, чего же она несчастна? Она счастлива. Если его спросить, а она тебе тоже изменяет? Он скажет, если она изменит, ей капец. Я ее сразу вытурю, денег у нее не будет. Поэтому она не может мне изменять. Ну, это что за жизнь тогда? Смотрите, если ты сам изменяешь, почему ей тогда не поизменять? Если это нормально. Лев Толстой говорил, если ты хочешь что-то сделать для другого человека, сначала подумай, как это будет для тебя. А потом уже делай для другого. И это будет правильно тогда в этом случае. Но он считает, что жена не может изменять. Это я могу изменять? Да? Ну, она тоже считает, что нормально. Ну, кстати, вот жена изменяет. Попробуйте ей поизменять. Ей понравится, нет? Понравится? Она может сказать, да изменяй, нет проблем. Но если вы ей начнете изменять, ей это в сердце не понравится. И она подумает, я и так скотина с тобой живу, мучаюсь, а ты еще изменять мне начал. Ну, тогда вообще пошел вон. А вообще семья развалится. Почему так происходит? Потому что у нас нет знания. Вот, допустим, что значит измена? Почему это плохо? Мы не знаем. Сейчас объясню. Смотрите, у человека есть глубокие отношения со всеми родственниками в сердце. Человек пошел, сексом позанимался с другой женщиной, не со своей женой. У него установились глубокие отношения с этой женщиной также. И часть энергии любви идет уже туда. Жене в два раза меньше, а то и в три. В зависимости от того, насколько глубокие отношения у него с женой и с любовницей. Ну, то есть она не чувствует счастья уже рядом с ним, как раньше, хотя и не знает почему. Она начинает догадываться, почему. Очень несложно догадываться, потому что человек меняется в поведении. Изменил близкому человеку, поменялся в поведении сразу. Нет близких отношений. Теперь сразу возникает вопрос, а почему же все-таки изменил? В чем причина? А причина заключается в том, что люди не понимают, где больше счастья, где меньше. Возникает вопрос, почему он со мной-то сексом не хочет заниматься? Ответ очень простой. А потому что сексом вот с одним человеком заниматься так же хорошо, долго нельзя. Он надоедает. Так же, как любое материальное, мед, допустим, один и тот же ешь, хоть самый вкусный, надоест. Так и жена. Женой сексом занимаешься, с одной и той же постепенно утрачивается тот вкус, который раньше был. Нет уже такого удовольствия, как раньше. Кто со мной не согласен, поднимите руку. Все согласны. Никто не поднял. Может, один все-таки поднял бы. Кто-то один. Нет, никто не поднял. Все согласны. Вот поэтому и идет, и изменяет. По этому причине. Потому что мы понимаем под любовью секс. Мы думаем, что это и есть любовь в семейной жизни. Главное в семейной жизни это секс. Так говорят психологи современные. Все говорят, секс это основа. Чего бы кто ни говорил, секс это основа жизни. Секса нет хорошего. Значит, семья развалится. Поэтому тебе нужен секс. Если ты с женой не можешь чувствовать счастье в сексе, иди и его получи где-то в другом месте, потому что иначе ты все равно развалишь семью. Ты хоть просто поддерживай себя, получи секс свой в другом месте, и тебе будет легче жить уже с женой. Потому что ты удовлетворишь свое желание. Такова философия. Основанная на чем? На том, что секс это корень счастья. Это основа жизни. Но веды говорят, что основа счастья находится внутри сердца. Что люди, именно сердечные отношения приносят счастье больше всего. Что вот это сердечное отношение означает верность, означает чистота в отношениях, честность. Когда ты, допустим, с сексом ходишь к другому мужчине, а своему мужу потом улыбаешься, вот так делаешь вид, что все нормально. В этом есть честность или нет? Нет честности. Это означает, что нет и любви так же. Нет любви, нет гармонии, нет чистоты. Все. Нет счастья, понимаете? Люди просто мучаются друг с другом, живут. Почему так происходит? Потому что они просто не понимают, в чем счастье. Они думают, что счастье в сексе, а счастье-то не в сексе. Счастье в сердечных отношениях, понимаете, вот в этих вот. Глубоких, чистых и честных отношениях, в котором ты просто вспоминаешь близкого человека, у тебя светлая память о нем в сердце стоит все время. Ну уж, Господи, какой человек мне хороший в жизни достался. У вас сразу у многих возникла мысль, Олег Геннадьевич, а мне нехороший достался. Как же мне тогда быть? А я вам сейчас объясню. А вот все люди одинаково светлые в сердце своем. Одинаково светлые. Есть такой анекдот. Лягушка подскакала к зайчику и ему говорит, ты что думаешь, я скользкая и вонючая, да? Нет. Я такая сейчас, потому что я болею. А на самом деле я мягкая и пушистая. Она зайчику, лягушка говорит. Понятно, да? Анекдот, смысл анекдота, поняли? Что человек по природе мягкий и пушистый в сердце, любой. Почему же он сейчас сколький, скей, вонючий? Почему муж изменяет? Почему муж изменяет? Почему он курит траву? А потому что двух вещей ему в жизни не хватает. Первая вещь, которая зависит от жены, атмосфера, в которой живет семья. Меняется, если хотя бы один человек в семье начинает менять эту атмосферу. Вот смотрите, когда солнце восходит, много темноты остается. Темнота может быть где-то в подвалах, в закутках, тень дерева может давать, но в основном все светло. Так? Человек, когда дома начинает заниматься духовной практикой, духовная практика означает энергия любви. Духовная практика не означает фанатизм, тупость, какие-то правила глупые. Это не духовная практика. Духовная практика означает только одну вещь. Культивирование чистой и глубокой любви и святости в своем сердце. Вот эту чистоту человек культивирует. Он почему к святому человеку обращается? Чтобы пропитаться чистотой, понимаете? Он внутренние и сердечные отношения строит. Что значит строить внутренние отношения? Это значит не бла-бла делать и не фильм смотреть, а сидеть и молиться. Потому что есть два типа действия у человека в жизни. Одно действие. Я просто потребитель. Нас сделали роботами. Не надо смотреть эти фильмы, терминаторы всякие там, где люди становятся роботами. Мы уже роботы все. Потому что кто такой не робот? Не робот это человек, который может действовать. Что такое действие? Это продуцировать из себя энергию любви. Это можно делать только с помощью внутренней жизни. Это молитва. Это пожелание всем счастья. Это раскаяние. Просение, прощение. Чем мы занимаемся 90% времени? Мы потребляем энергию любви. Нас развлекают. Мы смотрим фильмы. Смотрим, читаем книги. Мы постоянно развлекаемся. То есть получаем энергию любви. Получаем. Получаем и получаем. Когда жена приходит домой, она чего хочет? Чтоб муж относился к ней хорошо. Муж чего хочет? Совсем противоположного. Он хочет, чтоб жена к нему хорошо относилась. Видите, противоположные вещи. Для того, чтобы хорошо относиться к человеку, надо продуцировать энергию любви. Но мы не привыкли это делать. Мы все время потребляем ее. Мы не продуцируем ничего. Женщина говорит, вот когда ты меня любить будешь, тогда я тоже к тебе буду хорошо относиться. Но это означает отражение. То есть она ему говорит, когда свет, ты мне свет дашь, в меня направишь свой свет, тогда я отражу тебе тоже свет. Но это означает потребительское настроение. А он говорит, нет, сначала ты тоже потребительский настрой. Все. И поэтому они ругаются. Почему люди ругаются? Потому что никто не производит свет. Энергию любви никто не производит. Все потребляют ее только. Она производится как? Тихо сам собою, тихо сам собою, я веду беседу. Что это за беседа такая? Ставим изображение святого человека и молимся ему. Я хочу тебе служить. Мне надоело думать о своих проблемах. Смотрите, люди в основном как живут. Олег Геннадьевич был задан вопрос. Олег Геннадьевич как сделать так, чтобы у меня было все хорошо? Вот все записки об этом же. Это капкан. Пока человек направляет на себя внимание, фокус внимания, как сделать так, чтобы в моей семье все было хорошо, как сделать так, чтобы у меня было все хорошо. Это темный колодец, из которого нет выхода, веды говорят. Раньше в Индии, знаете, как было? Колодцы рыли, там вода была, и иногда колодцы инфицировались бактериями. Тогда эти колодцы забывали, перестали о них заботиться. Эти колодцы зарастали травой, и человек, допустим, не знает, что там колодец, спутник какой-то идет, по пересеченной местности, наступает на эту траву, она рвется, и он буллтых в этот колодец. Смотрите, ситуация какая. Сверху трава, он кричит, никто не слышит, потому что звук не проходит. Он сам выбраться не может, потому что глубоко. Все ему капец. Вариантов выбраться нет. Все медленная мучительная смерть. И вот веды сравнивают жизнь человека, семейную жизнь, в которой он думает только о том, как ему перестать страдать, беспокоиться о своей жизни, сравнивается с темным колодцем, поросшим травой. Выхода нет. Потому что энергия зациклена. Смотрите, если человек перестал думать о себе, он заботится, заботится, заботится о ком-то, то смотрите, энергия любви начинает двигаться. Замкнутое пространство, понимаете, мы все связаны с родственниками, мы вчера как говорили, что такое карма? Мы все повязаны. Мне хуже стало, я тяну у всех энергию, всем, если вместе хуже стало, нам конец, мы все падаем вместе. Почему? Потому что негде брать силы. Люди повязаны, родственники повязаны в корне сердца друг с другом. Почему женщина так сильно беспокоится, что у нее с мужем проблемы? А потому что она страдает от этих проблем точно так же, как он. Только он страдает по доброй воле и сам не понимает этого. Она страдает по злой воле. Причина страданий такая. Смотрите, внимательно слушайте меня сейчас. Она что хочет эта женщина? Она хочет, чтобы у ней улучшились отношения в семье. Это означает, что они никогда не улучшатся. Все. потому человек должен найти силы от своей проблемы и начать служить энергии счастья. Служение энергии счастья означает молитва святому человеку. Допустим, или чтение духовной книги, или ходить в храм на службы духовные, или совершать пост не для того, чтобы мое здоровье поправилось, а для Бога это делать. Опять видите, мы отношения, мы говорим об отношениях с Богом, не с мужем, не с детьми, отношениями самим собой, а с Богом. Человек начинает строить божественные отношения. Что происходит? Он наполняется этим нектаром любви, нектар любви распределяется по всем родственникам, в квартире вместо вони возникает вот эта энергия чистоты, в результате родственникам становится легче, они начинают меньше ругаться, и что больше делать? Соображать. Потому что, когда люди страдают от этой вони, которая накопилась, называется оскверненная жизнь, или жизнь в этом темном колодце. Люди почему в этом темном колодце живут? Они постоянно думают только о своих проблемах, о себе, их психическая энергия зациклена внутри этого колодца, и выхода нет. Понимаете? Когда человек меняет, и все это из-за этой культуры, в которой мы живем. Культура куда нас движет? Наслаждай самого себя, развивай самого себя, зарабатывай деньги, делай все для себя, для своей семьи, все хорошо, и ты будешь счастлив. Это культура, в которой мы приняли, мы приняли такую жизнь и думаем, что все будет хорошо, ничего хорошего не будет. Это уже в священных писаниях написано, результат уже описан, что человек будет страдать все больше и больше, пока ему не надоест так жить. Хоть богатый ты, хоть бедный, не имеет значения. Чем богаче, тем больше у тебя шансов изменять близким, делать глупости. Почему? Потому что богатому все это позволено. Богатый человек даже убить может человека, и его никто не посадит в тюрьму. Он откупится просто и все. В Москве был случай, один сын очень влиятельного человека, просто на улице в него врезалась машина, дорогую машину. Он просто вышел из пистолета, расстрелял этого человека. Вот так вот. И он не сел в тюрьму. Понимаете, это реальный факт. То есть человек богатый, он не садится в тюрьму. Он может делать все, что угодно. И он думает, что это и есть счастье. Хочу, изменяю, хочу, убиваю, хочу еще что-то делаю. Это и есть счастье. Ничего подобного. Это каббала. Потому что чем больше ты так живешь, тем меньше энергии любви остается в твоем сердце. тем меньше счастья остается. Внешне ты крутой. Ты делаешь крутой вид, но внутри ничего нет. Хоть какой вид делай. Понимаете? Выход только один. Когда человек начинает освещать свою жизнь, то в квартире, вот в том месте, где он живет, а также в отношениях с родственниками, постепенно наступает благодать. Он не думает о том, любят его родственники или нет, мучают они его или нет. Это нормально, что нас мучают, понимаете? Потому что этот мир из этого весь соткан. Женщина, она так устроена психически, что если нет энергии счастья, она будет мучить мужчину. Если у мужчины нет энергии счастья внутри, то он будет мучить женщину, потому что они имеют противоположную природу. Они друг с другом несовместимы по факту. Женщина очень чувствительна, мужчина грубый. Женщина воспринимает слова, мужчина поступки и так далее. То есть все разное, все наоборот. У женщины одни интересы внутренние, у мужчин совсем другие. Вот чем они пересекаются? Только наслаждением. Вот почему они вместе живут? Потому что они наслаждают друг друга. У них им можно сексом позаниматься, это очень приятно. Они могут допустим вместе детей зачать, тоже очень классно, приятно. Они могут вместе поцеловаться и все прочее. Видите, они живут только для наслаждения. Но веды говорят, у каждого человека в семейной жизни наступит момент, когда наслаждение закончится. Не будет приятно целоваться с женой, сексом, не будет приятно с ней заниматься. Обязательно у каждого человека в жизни. Обязательно. Потому что, смотрите, счастье и страдания меняют друг друга в жизни человека. Все это идет волной, вот так меняется, то туда, то сюда. И ничего с этим сделать невозможно. Когда у тебя было много счастья, скоро будет наоборот. И когда заканчивается энергия счастья поступать в отношения, заканчивает, то женщина и мужчина естественным образом, так как они были счастливы вместе, естественным образом, они начинают страдать. Женщина постоянно мужчина раздражает, женщина постоянно раздражается мужчиной. То есть они мучают друг друга, просто мучают. И они думают, зачем нам тогда вместе жить? Надо найти другого человека, с которым ты будешь на волне. Вот смотрите, ты на волне, на волне, на волне, потом оп, под волну пошел, надо жить с другим человеком. Разводимся, опять на волну попадаем, опять на волне пожили, опять развелись. И люди не доходят до глубоких отношений. Есть такая психолог, американская психолог Алешина. Американская психолог Алешина. Она взяла и исследовала семейные отношения. Да, есть еще такой американский другой психолог Бандура. То есть очень много таких американских психологов сейчас Алешина, Бандура там и так далее. Вот, она взяла исследовала семейные отношения и заметила, что семейные отношения строятся буквой В. Буквой В. Смотрите, сначала счастье возрастает первые три года, потом в течение где-то восьми лет еще до двенадцати четырнадцати лет совместной жизни постепенно счастье тает. Потом когда люди поменяли свое восприятие мира, видите, семейная жизнь предназначена для экзамена, они уже перестали пытаться друг другом наслаждаться, они начали жить духовной жизнью, начали работать над собой, прощать, просить вращения, не трогать близкого человека, привыкать к его характеру, терпеть его и не обращать внимания на то, что он приносит беспокойство. Нижняя часть буквы В, и потом пошло вверх, выше, 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 а потом помирать, нормально, помирать уже, все нормально. И вот поэтому и поется в песне серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. Понимаете, люди добивались вот этой возможности быть счастливыми вместе, через то, что они просто не расходились. Они доходили до вот этого пика нижнего и потом оп, вверх пошло. Неожиданно. Люди думают, невозможно с этим человеком жить вообще. Потом бац, пошло вверх. Почему? Смотрите, есть три стадии любви. Первая стадия, надо привыкнуть к недостаткам близкого человека. Это значит, ты уже начал дарить любовь ему настоящую. Не сексом с ним заниматься, не наслаждаться, не в щечке друг друга целовать, а дарить любовь. Не брать любовь, а дарить. Попытайтесь понять разницу. Просто привык к человеку. Как определить, что мы привыкли друг к другу? Мы принимаем недостатки друг друга. Как это определить? Очень простой способ. Смотрите, если я иду домой, и мне спокойно, я иду домой ни на ругань, ни на нервотрепку, а я иду домой, потому что я там отдыхаю дома. Отдыхаю. Значит, я уже принял близкого человека. Я с ним не воюю за свои права наслаждаться его присутствием, а отдыхаю просто дома. Почему отдыхаю? Потому что я знаю все его недостатки, и это нормально. Человек ко всему привыкает. Привык к этому, и к этому привык, и к этому привык. И нормально. Вот как женщина в записке говорит, я и это уже приняла от него, и это. И он траву курит там и пьет. Ну, хороший человек. Женщина думает, ну, почему, Олег Геннадий, почему эти мужчины такие козлы? Они курят и пьют, изменяют. Может, их поперестрелять всех? Женщина вот хотят такие вопросы мне на лекцию задать. Хотите я вам отвечу на этот вопрос? Потому что именно в семейной жизни женщине больше надо отрабатывать карму. Женщина в личной жизни больше получает счастье, и она же в личной жизни больше получает страдания. Женщина больше живет личной жизнью, а мужчина живет больше общественной жизнью. Поэтому мужчина может такой же вопрос задать. Олег Геннадьевич, почему начальники такие козлы? Почему государство такое скотское? У него другая проблема, понимаете, у мужчины? И какой ответ? Почему же мужчины такие плохие у нас? Ответ очень простой. Для вас, женщины, для вашей судьбы. Бог делает все для нас так, чтобы мы могли развиваться в этой жизни. Если женщина больше счастья получается отличной жизни, значит, она получает мужа, который будет пить, курить, изменять, мучить ее. Но если она сдаст свой экзамен, он перестанет пить, курить, изменять. Естественным образом. Потому что когда мужчина начинает жить в чистой среде, в доме, там, где поклоняется Богу, там, где есть алтарь, ему уже очень трудно так жить, понимаете? Или Бог, или Дух в доме, они вместе ужиться не могут. Смотрите, если мужчина, который любит выпивать, приходит в дом, в котором очень интенсивно поклоняются Богу, Дух не может там нормально жить уже, в его голове, ему приходится сматываться оттуда. Как только Дух сматывается от мужчины, из его головы, что происходит? У него раскаяние в сердце. Он говорит, жене, дурак такой, я пью постоянно, я не хочу так пить больше, помоги мне. Он раскаиваться начинает. Почему он раскаивается? Потому что атмосфера в комнате, в квартире поменялась. Она стала более чистой атмосфера, сильной стала, и у него в сердце раскаяния пошло. Вы говорите, ничего с моим мужем нельзя сделать. Он упертый, как баран, он все равно будет пить, все равно будет травку курить. Ничего подобного. Все зависит от силы, в которой может человек пить, курить и в храме жить одновременно, в храме Божьем? А? Может? С трудом-с. С трудом-с. Вы просто не имеете опыта. Я видел, люди, которые хотят жить греховной жизнью, там мучаются. Да, это факт. То есть он приходит в монастырь, у него есть эти привычки, но так как он не может уже нормально там со своими привычками существовать, ему приходится скрываться от людей, его совесть мучает, и в конце концов эти привычки заканчиваются. Понимаете? Там уже так не поживешь. к жене пришел, выпил, никто тебе ничего не сделает, что хочешь, там хоть без трусов ходи в доме. Никто ничего не сделает, все, это мой дом, что хочу, то и делать здесь. Хочу половые извращения, пожалуйста, это мой дом, моя жена. Понимаете? Женщина начала заниматься духовной практикой, все, когда алтарь в доме стоит, уже так не поживешь. Перед алтарем без трусов уже ходить невозможно. Чистая среда, понимаете? Он заходит в эту комнату, алтарь, без трусов, раз, у него естественная реакция, он прячет и бежит оттуда. Бог же смотрит на это все. Видите, когда человек начинает с Богом жить в сердце, у него совсем другая жизнь. То есть вы спрашиваете, где взять силы? Вот ответ, где брать силы. Духовной жизни брать силы. Но видите, духовная жизнь же не дешевая вещь. Это уже нас развлекать-то никто не будет. Понимаете, никто Олег Геннадьевич вот так вот не сделает, семья лучше не станет. Понимаете, ведь люди как хотят, чтобы Олег Геннадь что-то сказал, у меня лучше стало. Как есть такой анекдот, говорит, доктор, спасибо вам большое, я как эту стеклянную палочку под мышку ставлю, сразу лучше становится. Смешно, но так вот мы живем. Проблема только в одном, мы не привыкли изменять судьбу. Вся культура направлена на потребление. Мы оправдываем себя, говорим, а мне Олег Геннадьевич некогда по утрам молиться. Хорошо, я сейчас разобью ваш довод в секунду. Очень просто, смотрите, если вы влюбились, у вас весь день занят, с утра до вечера, найдете время на свидание или нет? Конечно, само собой. Так вот, влюбитесь в святого человека, влюбитесь в служение святости, влюбитесь в это, в то, что надо влюбляться на самом деле. Молитесь в сердце своем с радостью. Каждый день с радостью молитесь заново. Конечно, сразу не будет с радостью, надо стараться. Вы скажете, Олег Геннадьевич, мне не нравится молиться, что себя заставлять? Да, себя заставлять. Люди, когда пить начинают, они сначала себя заставляют. Мучаются сначала, а потом пошло. Что вы думаете, в духовной жизни не так? То же самое. Сначала мучаешься, потом пошло. Больше, правда, мучиться надо, но ничего.